23 мая на официальном портале правовой информации был опубликован документ, закрепляющий внесение изменений в федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, в части внесения в него понятия «дистанционное электронное голосование». Как заверили нас в окружном избиркоме в Ненинском округе до конца текущего года, электронного голосования не будет и напомнили о классической процедуре голосования. На избирательном участке граждане отпускают бюллетени в переносные и стационарные ящики или комплексы обработки избирательной бюллетени. Если на участке стоят КАИП, то за час до открытия участка происходит тестирование комплекса. Затем в 8 часов открывается избирательный участок. На каждом участке присутствуют наблюдатели, а также ведется видеонаблюдение с трансляцией в интернет. После того, как заканчивается время голосования, мы сначала подсчитываем неиспользованные избирательные бюллетени, затем работаем со списками. Если все данные сходятся, значит, если нет КАИПов, то мы вскрываем сначала переносные ящики и затем стационарные. Если КАИПы, то здесь КАИПы посчитают все сами, поэтому сортировки бюллетеней не требуется. Затем участковые комиссии сверяют и передают данные сначала по телефону в территориальную избирательную комиссию, затем бюллетень уже запечатывают в коробки и увозят вместе с протоколом в территориальную избирательную комиссию. Непосредственно после подсчета всех голосов вся информация, все голоса подсчитываются и распределяются по кандидатам либо по избирательным объединениям, которые участвовали в выборах. Далее эти все протоколы собираются и направляются в ГАЗ-выборы. В настоящее время постановления о дистанционном электронном голосовании нет. И более того, электронное и дистанционное голосование является правом, а не обязанностью. И использование его на выборах и референдумах Неницкого округа в 2020 году не предполагается. В федеральном законе и в региональных законах есть такое право у людей, не обязанность, а право. Они могут прийти сами на избирательный участок, взять бюллетень, получить бюллетень, расписаться в его получении, проголосовать и пустить в урну. Но в силу каких-либо обстоятельств может быть предложено и есть такое право, появляется дистанционное электронное голосование. Если человек не может прийти, например, на избирательный участок, находится за пределами своего субъекта. Такое право есть у людей. И, соответственно, закон позволяет, дал такое право, но это на будущее. На сегодняшний день даже я не представляю, как данная технология будет реализовываться. Могу только лишь догадываться. С учетом того, что это все-таки голосование без использования бюллетеня классического на бумажном носителе и с использованием специального программного обеспечения. Если это специальное программное обеспечение, значит, это должна быть написана какая-то специальная программа. Однозначно она должна быть интегрирована, к примеру, в единый портал государственных и муниципальных услуг. Для этого необходимо, чтобы были приняты Министерством связи и массовых коммуникаций специальные технические регламенты, как все это будет работать. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации должна принять свое постановление, которым утверждается порядок и случай применения дистанционного электронного голосования. Добавлю, у каждого гражданина есть ответственность и право прийти и проголосовать, тем самым не быть в стороне.